Продолжение следует... Или какой-то стресс, переживание, непрощение, долг, какой-то финансовый долг, вы взяли кредит. Знаете, это все, что я перечислил, не является волей Божьей. Вот если у вас есть желание, а вас самих, вот хорошие желания, то знайте, что желание Божье, то есть воля Божья, намного лучше, чем ваше. Поэтому всегда ищите волю Божью. И воля Божья, чтобы у вас не было стресса, воля Божья, чтобы у вас не было страха, воля Божья, чтобы вы жили исцеленным и прославляли Его. Вот почему Иисус исцелял людей, вот почему Он освобождал людей. Вы думаете, тот Иисус срок годности закончился? Две тысячи лет прошло, срок годности закончился? Он по-прежнему такой же. По-прежнему к Нему можно прикоснуться, от Него может изойти сила исцелить вас. По-прежнему нам нужна вера. Братья и сестры, вам нужна вера. Праведный верою будет жив. Своею верою, не чужой, своею верою будет жить. Вопрос такой, почему люди перестают ходить на собрания? Почему люди уходят из церкви? Почему люди уходят от Бога? Знаете, ответ очень простой. Им просто есть куда идти. Вы никогда не уйдете, если вам некуда идти. Вы скажете точно так же, как апостол Петр. Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. У тебя смысл. Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Мы уверовали и познали. Нам это открылось. И поэтому нам идти больше некуда. Вот 70 учеников, они ушли, им было куда вернуться. Они всегда шли до первого, знаете, до первого какого-то барьера. А вот ученики, они полностью посвятили себя, 12. Они полностью последовали за Господом. Без всякого остатка, без задней мысли, без запасного выхода, без варианта Б и В. Они пошли за Господом. Все, полностью. Поэтому, братья и сестры, посвятите свою жизнь Господу полностью. Если вы еще колеблетесь на этих качелях. Знаете, человеку не надо говорить. Ты должен подходить в холодильнику несколько раз в день. Нет. Почему он идет в холодильнику? Он хочет. Он хочет. Почему в церковь не приходят люди? Они не хотят. У них нет желания. У них есть другой выбор. У них есть другая возможность. Альтернатива. И вы знаете, альтернатива, ее сделал Бог. Вот дерево жизни, вот дерево добра и зла. Почему Бог не сделал только дерево жизни? Почему он допустил дерево, альтернативу, дереву жизни? Чтобы ты мог выбрать его, либо отказаться. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться духовный зум. На вашем телефоне, когда вы видео снимаете или видеокамера, там есть зум. Он приближает и удаляет. Вы можете направить на объект, которого вы плохо видите. И если вы будете приближать зум, вы приблизите этот объект и сможете рассмотреть поближе. Есть такие, знаете, фотоаппараты. Фотоаппарат сам небольшой, а, знаете, ствол, да, вот линза. Объектив, можно сказать. Он очень огромный. Очень огромный. Так, что можно, знаете, маленькую птичку, которую глазу вообще не видно, приблизить так, что она будет видна. И клювик, и носик, и перышки, и все, и цвета разные будут видны. Вы приближаете этот объект, чтобы рассмотреть его. И вот сегодня буду говорить о том, что есть духовный зум. То, что мы можем некоторые вещи уменьшать в своей жизни, а некоторые увеличивать. Зум – это то, что приближает и увеличивает объект. Нам необходимо правильно пользоваться зумом, чтобы жить в победе. Наш мозг смотрит, анализирует через наши глаза. Мы думаем, о, наши глаза смотрят. Нет, сейчас смотрит мозг, используя вот эти линзы, как можно сказать. Как будто объективы. Он использует всего лишь глаза. Но смотрим мы мозгом. Мы различаем цвета, дистанцию и так далее, объем. Это все обрабатывает наш мозг. А глаза – это всего лишь призма. Мы через них смотрим мозгом. Иногда, когда мы смотрим на что-то большое и непреодолимое, думаем, что это тупик, какая-то проблема в нашей жизни. Она встала во весь рост. И она очень большая. И мы смотрим и чувствуем себя сразу пораженными. И мы все, мы сдаемся. Либо мы унывать начинаем. Или печалиться. Но пока мы не увидели что-то больше. Пока мы не увидели Бога, который больше этой горы. Послушайте, нет такой горы, нет такой проблемы, которая была бы больше Бога. Нет такой беды, нет такой скорби, которая была бы глубже Бога. Бог больше всего. И в нашей жизни все как бы, оно сравнивается. Мы живем жизнью сравнения. Мы все сравниваем. Вот некоторые люди говорят, вот зло побеждает, дьявол на земле распоясался. Да но. А вы видели Бога, что Бог делает? Вы видели Его дела? Вы видели, какой Он? Размеры Бога и размеры дьявола? Нужно понимать, что дьявол – это творение, а Бог – это творец. И творец никогда не являлся ничьей задумкой. Никто не предавал дизайн творцу. Он всегда был и всегда будет. И однажды Он сотворил только Люцифера. Он однажды только появился. Он никогда не будет больше Бога. Может, у Него и есть это желание и амбиции, но Он никогда не достигнет этого. Например, проблему в нашей жизни можно увеличить или уменьшить. В зависимости, как использовать зум и на какой объект направить. Знаете, часто бывает некоторым людям, им говорят, да не делай ты из мухи слона. Знаете, а есть профессионалы, есть специалисты, которые из мухи делают слона. Мало, конечно, тех, кто из слона делает муху. То есть, некоторые вещи нам нужно уменьшать в нашей жизни. Знаете, как в бинокль. Если ты смотришь в бинокль, ничего не видишь, только глянул в бинокль, все перед твоими глазами. Вот когда ты смотришь на Бога, пожалуйста, одевай бинокль. Используй бинокль и разглядывай его. Смотри, чтобы к тебе приходилась сила, энергия, радость. Ты, когда посмотришь на Него, ты не будешь никогда печальный. Если ты посмотришь на икону, ты станешь печальный. Потому что там неправильное изображение. Там искажение. Но когда ты в духе увидишь Господа, как Давид говорил, я видел, сказал Господь Господу моему, сидя, одеснуй меня. Он видел Бога перед своими глазами. Он видел в духе. Сегодня я хотел бы поговорить об этой удивительной истории. Про Давида и Голиафа. Это очень хорошая иллюстрация того, кто что увеличивает в своей жизни. Тот и имеет те результаты. Давид увеличивал Бога. Поэтому Голиаф был для него мухой. В сравнении с Богом. Вообще правильно все в своей жизни сравнивать с Богом и с Его Словом. Иисус даже сказал ученикам своим, «Если вы скажете, Горесей, поднимись и вернись в море». Знаете, он не сказал, что вот этому холмику, если вы скажете. Он сказал, Горесей. Представьте, это какой уровень. Это практически тот же самый уровень, который использовал Моисей. Бог ему сказал, «Простри скипетрствой на море». И он простер. «И море раступилось». Был сильный ветер. Море раступилось. Так же и здесь Господь говорит, скажи, Горесей, поднимись и вернись в море. «И если ты не усомнишься, будет тебе». Потому что мы говорим только то, что мы видим, что мы рассматриваем. И давайте мы прочитаем эту удивительную историю. 1 Царств, 17 глава, 1 стих. 1 Царств, 17 глава. Открывайте свои Библии в телефонах или где. Следите, будет интересно. 1 Царств, 17 глава. «Филистимляне собрали войска для войны и пришли в поселение Сохо, что в Иудее. Они разбили лагерь Ефес-Дамиме между Сохо и Азекой. Саул и израильтяне собрались, расположились лагерем в долине Эла и выстроились против филистимлян. Война. Время войны. Стенка на стенку, армия на армию. Филистимляне стояли, 3 стих, на одном холме, а израильтяне на другом. Между ними была долина. Из филистимского лагеря вышел борец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5. И вот здесь я хотел бы сейчас акцентировать ваше внимание, как четко описывается Голиаф, его рост, его вес, его броня, его оружие, его голос. Все, устрашение. В деталях описывается такое ощущение, что, вы знаете, весь израильский народ и царь, у них у всех было по биноклю. И они все, что делали, только и рассматривали Голиафа. Читаем дальше, 5 стих. На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую кольчугу весом в 5 тысяч шекелей. На ногах у него были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. Древко копья было большое, как ткацкий навой, а железный наконечник весил 600 шекелей. Перед ним шел его щитоносец. Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам. Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы не рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне. Посмотрите, правила боя стали меняться, и они пришли в непривычное состояние. Как часто бывает, приходит проблема, и ты ее видишь со всех сторон. Ты читаешь на бумаге свой диагноз подробно, слова, которые ты даже не знал. И ты думаешь, я болен, я умираю. Что мне делать? Это настолько ты погружаешься в эту проблему. Посмотрите, как четко был описан Голиаф. Посмотрите, что он пришел, чтобы установить свои законы, чтобы война пошла не армия против армии, а один на один, чтобы вышел человек. Вот о чем говорит. Иногда мы думаем, о, в церкви мы когда вместе, мы сильны. А когда ты один в понедельник, во вторник, что ты делаешь? Может, ты настолько слаб, что у тебя даже нету сил, нету веры? Послушай, вот тогда дьявол-то и придет. Может быть, он не придет в воскресенье, когда ты все вместе в церкви собрались. Ты тут за счет других, знаешь, как-то еще выруливаешь. Он может прийти в среду, в четверг. Кому-то он приходит в пятницу, и он опять срывается, напивается, хрюкает, а потом просит прощения. Здесь Голиаф выстраивает новые правила игры. Девятый стих. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить. Дьявол, когда приходит, он приходит порабощать. И каждый из нас, мы читаем эту историю, древнюю историю, которой несколько тысяч лет. Но знаете что? Она актуальна и для сегодняшних дней. Потому что тот Голиаф, тот демон, который был в Голиафе, он приходит сегодня в виде какой-то ситуации, в виде какой-то проблемы в нашу жизнь. И он также выходит лично против нас. Мы думаем, о, это было тогда, а сейчас все по-другому. Извините, он также приходит. И он приходит, чтобы сделать, поработить, чтобы сделать рабами, чтобы нагнать страх. А когда ты в страхе, когда ты раб, ты никогда не будешь исполнять волю Божью. Ты всегда будешь делать волю дьявола. И из Божьего народа ты можешь стать просто в порабощении рабом. И он вызывает на бой. Один на один. Поединок. Давайте сделаем вот так. Он устанавливает. Он не советуется. Он не предлагает. Он говорит, будет вот так. Понимаете, что дьявол, он наглый. Он наглый. Но с нами Бог. Понимаете? В чем плюс верующего человека? Если ты не умеешь сражаться, может быть. Если ты не все знаешь, ну, у тебя есть Бог. У тебя есть Бог. И часто бывает так, что ты в бинокль рассматриваешь свою проблему, свою ситуацию. Может, ты еще что-то рассматриваешь так внимательно. И ты приходишь от этого в страх и ужас. Но мы здесь не будем, нигде здесь, даже в этом местописании, не написано, какой великий Бог. Только Давид, мы сейчас будем читать, он будет о нем говорить. Никто. Все забыли про Бога. Все жили в насущной ситуации. Вот сейчас решается моя дочка, мой сын, моя жена, мои родители. Станут ли рабами? Станут ли они рабами этой системы? Сейчас решается. И кто-то должен выйти вперед и уничтожить Голиафа, уничтожить эту проблему. Помните, мы никогда в одиночку не сможем решить этой проблемы. Мы не сможем уничтожить Голиафа, если с нами нету Бога Великого. Победа может быть только, если с нами великий Бог. О чем я говорю? Не маленький Бог, а великий Бог, большой Бог. Очень, очень большой. Когда у тебя есть вера, что он большой, то все остальное для тебя становится маленьким. когда ты стоишь на земле, есть очень много препятствий, через которые ты не можешь видеть дальше. Дома, деревья, горы и так далее. Но стоит тебе подняться на высоту, полететь на самолете, все такое маленькое становится. Вот видишь, все зависит от того, где ты находишься и как ты смотришь на вещи. Десятый стих. Филистимлянин сказал, сегодня я бросаю израильтянам вызов. Выберите человека, чтобы нам сразиться друг с другом. Выберите человека. Знаете, есть большие церкви. Они большие церкви. Но если выловить по одному, бывает так, что там и веры не найти. Они просто, когда все вместе, тогда сильно. А поодиночке слабые. А дьявол-то не придет, когда все вместе. Он придет поодиночке. Он придет те ночи, он тебе придет тогда, когда ты ослаб, когда ты не выспался, когда у тебя веры нет. Он придет, когда ты Слово Божие не читаешь, когда ты не молишься, когда ты не поклоняешься Богу. Вот когда он придет. Потому что он знает, что если ты это не делал, значит, ты слаб. Ты не поел духовно, ты не попил духовно, ты не получил любовь отца. Почему? Почему ты принял альтернативу Богу? Грех – это альтернатива Богу. Одиннадцатый стих. «Услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались». Знаете, Саулу доносили только, что говорил, и он там, может быть, тоже слышал этот рев, этот голос просто, какого-то динозавра просто. И конкретно доносили царю все, как выглядит Голиаф, все возможности Голиафа описывали. Вы сейчас увидите, что Давид вообще его не видел. Он Голиафа, он просто не видел, а где Голиаф-то, где это? А-а-а, вот он. В смысле, вот этот прыщик? Так это же не проблема вообще. Знаете, он как будто был с другой планеты. И так и было. Он был из духовного мира. Шестнадцатый стих. «Сорок дней филистимлянин выходил каждое утро и каждый вечер и бросал свой вызов». Все, что тебе нужно, первое, это выключить новости дьявола в своей жизни. Для многих нужно выключить новости, убрать из телефона, из телевизора, отовсюду. И я тебе скажу, половина твоих проблем сразу решатся. Ты будешь спать спокойно. Ты не будешь переживать за судьбу мира. А также ты переживаешь за судьбу мира. Ты за великие державы переживаешь. Ты переживаешь за миллионы людей. И ты стресс у тебя. У тебя появляются болезни, переживания. Разберутся. На это есть поставленные люди. Тебе нужно укрепляться верой. Тебе нужно укрепляться могуществом силы. И его апостол Павел пишет. Он пишет и говорит, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы вам можно было в день злой все преудолевшее устоять. Укрепляйтесь могуществом. Знаете, могуществом. Начинайте это воображать. Начинайте просить Бога, чтобы Он показывал, насколько великий Бог. Насколько Он не немощный, а великий и может все. Сорок дней они слушали, что они неудачники, что они станут рабами. Они начинали в это верить. Двадцатый стих. Рано утром Давид оставил стадо другому пастуху. Взял ношу и отправился в путь, как велел Есей. Он добрался до лагеря, когда войско с боевым кличем выходило на свои места. Израиль и филистимляне построились в ряды друг напротив друга. Давид оставил свою ношу, обозному сторожу, побежал в ряды и приветствовал братьев. Отец попросил его передать еду своим братьям на войну. Когда он говорил с ними, Голиаф, филистинский воин, выступил из рядов и прокричал свой обычный вызов на бой. И Давид услышал его. Смотрите. Когда услышал народ, они все испугались. Они все испугались. Одиннадцатый стих. Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались, потому что они услышали такое. Они просто, знаете, что делали? Они просто неправильно использовали зум. Неправильно. Они брали зум, наводили на Голиаф, он еще больше становился. У страха глаза велики. Знаете? И он еще больше становился. Он им не просто был три метра для них. Он был до неба для них. Он был такой большой. И они приходили в страхе. Почему-то Бога они сейчас не увеличивали. Почему-то они свой зум не наводили на Бога. Как будто они потерялись. Как будто у Бога свои дела, а они должны сами разобраться со своими. И посмотрите. Реакция народа Исаула и реакция Давида. Посмотрите. Двадцатый третий стих. И Давид услышал его. Двадцать четвертый. Увидев этого человека, израильтяне убегали от него в великом страхе. Они убегали. Страх парализовал их. Потому что они внимательно слушали Голиафа. Они внимательно слушали. Они делали ошибку. Они забыли, что у них живой Бог. Что Он их избавлял, их народ. Что Он заступался. Они забыли про это. И когда они теперь слушали Голиафа, то они в великом страхе убегали. Двадцать шестой. Давид спросил у людей, которые стояли рядом с ним. Что будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет позор с Израиля. Кто Он такой, этот необрезанный филистимлянин, чтобы бросать вызов войскам живого Бога. Думаете, Он про Израиль говорил? Нет. Он говорил про духовный мир. И Давид был экспертом. Потому что, когда ты поклоняешься Богу, ты входишь в духовный мир. И ты приобретаешь такие знания. Его никто не сидел и не учил за партой. Давид – Бог большой, а дьявол маленький. Он все это изучил сам. Вот почему цена вера, когда мы ее приобретаем. Когда мы не просто от других слышим, а сами переживаем великого Бога в своей жизни. Двадцать восьмой стих. Когда Илья, старший брат Давида, услышал, как тот говорит с людьми, он разгневался на него и спросил, «Зачем ты пришел сюда? И на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву». Знаете, люди, которые не ходят в духовно, они даже тебя не увидят духовно. Сегодня – это время, когда мы должны взять слова Божьи, когда мы должны смотреть на великого Бога и прославлять и начинать пророчествовать в свою жизнь, в свои поколения, в жизнь своей семьи, в жизнь своей церкви. Как часто мы смотрим по сторонам, и мы разочаровываемся. Мы приходим в упадок, люди перестают ходить в церкви, там то, другое, законы выходят. Я говорю, что перестань ты на это смотреть. Начинай смотреть на великого Бога. Ты обхохочешься. Тебе надо похохотать. И как бы, чтобы со смехом вышел твой стресс, твои переживания, все твои обиды. Тебе надо, чтобы пошли эти спазмы внутри тебя, из тебя вышло это. Вот как будто ты болеешь. Ты когда ходишь, ты как будто ты болеешь. Когда ты ходишь в депрессии, в стрессе, в страхе, ты как будто больной. И тебе надо, чтобы из тебя вытошнило. Чтобы из тебя вышло это. Вот так и смех. Тебе нужно просмеять эту проблему. Тебе нужно увидеть, какой счастливый Бог. И какие у Него счастливые дети. И как у Него все замечательно на небесах. И у Него нету проблемы. И у Бога нету лысины на затылке. Потому что Он не чешет там ничего. Он знает, как решить. Он просто дает нам возможность решить проблему вместе с Ним. Горе, когда мы сами выходим через проблему. Против проблемы. Самоуверенные. Я сейчас ее решу. Бац, лежишь на лопатках. Используй силу Бога. Иди вместе с Богом. Ты силен только, когда Он с тобою. Ты-то маленький, физически, глазами. Давид и Голиаф, конечно, большая разница. Но духовно все было по-другому. И важно то, что духовно, а не то, что физически. И где эти размеры Голиафа теперь? Где это его копье? Помогло оно ему? А помогли ли эти воины филистинские? Нет. Давид одержал победу только потому, что он верил в Бога. И свой зум, свой взгляд наводил на Бога. Сегодня духовно, ты молясь, пребывая в Слове Божьем, ты можешь приходить в откровение и видеть, как Исаия говорил. В такой-то год я видел Господа. И края риз его наполняли весь храм. Представляете, он описывал его. Ризы – это одежда, это длинные одежды. И он говорит, я погиб, потому что он святой. Сегодня Бог хочет, чтобы ты входил в его присутствие. Чтобы ты укреплялся им, и ты был силен. И мог одерживать победу. Знаешь, когда ты одерживаешь победу, ты придаешь другому смелость. Ты показываешь правильный, хороший пример. И кто-то следует твоей вере. Он начинает загораться, зажигаться. И так же действует. Будь сегодня позитивным. Пусть Бог благословит вас. Будьте благословены. Давайте сейчас молиться. Пусть Бог благословит вас.